у меня абсолютно нет никакого стеснения первое я никогда не хотел быть как все поэтому в любых бизнесах в которых я был наемником я уходил даже в свое время мне задавали вопрос о моем глупом и опрометчивом поступке когда я отказал стивен ковин это было в 2006 году да кто-то называет это каких какой-то глупостью кто-то называет каким-то опрометчивым поступком спрашивают меня жалел ли я вы знаете когда я понял что я просто буду тупо рабом да ему заработать большие деньги я не смог себя пересилить для того чтобы стать где-то у кого-то рабом и по-простому потерять внутри себя поэтому я все равно пошел более тяжелым путем я очень доволен своей жизнью то что я пошел другим путем вот первое что вы должны себе задать вопрос почему я не такой как все и ответы потом я выгляжу по-другому там у меня лицо другое у меня не может что-то другое быть задайте вопрос почему бы не такой как все когда вы сможете ответить себе на вопрос почему вы не такой как все вы должны задать второй вопрос почему у меня должно получиться почему вы считаете что у вас должно получиться я могу ответить почему у меня получилось потому что первое я был не такой как все и второе я делал те вещи которые другие не делали я приходил на работу каждый день в 4 15 утра и когда мне спрашивали почему ты приходишь на работу в 4 15 утра рынок ведь открывается в 9 30 я приходил и говорю потому что я должен быть готов я не такой умный как вы и мне нужно больше времени каждый раз когда вы будете себя считать умнее других или лучше других вас система будет накрывать система абсолютно не прощает а таких ситуаций когда вы считаете себя лучше сильнее других через два года 98 99 в 2000 году я стал номер один в компании первое я никогда не на кого не обращал внимание второе мне было абсолютно безразлично как торгуют другие третье мне было все равно кто сидит рядом со мной и то что он делает и четвертое я никогда не оглядывался каждый раз когда вы смотрите на кого-то или кого-то сравниваете себя с другим вот в этом есть иногда минус когда вы сидите с кем-то другим вы начинаете соревноваться соревнования приводит к тому что вы нарушаете определенные правила я никогда не смотрел кто сидел возле меня кто был умнее меня мне абсолютно было безразлично я приходил делал свою домашнюю работу и и отрабатывал через два года я стал номер один в компании проблема которая практически всех вас убивает заключается в очень простых вещах вы не относитесь к трейдингу как работе то есть неважно то что у вас там депозит 1000 долларов или 500 долларов это абсолютно неважно я когда-то начинал на депозите с 400 долларов у меня есть ребята которые начинали показывали очень хорошие результаты и сейчас торгуют пол миллиона долларов миллион долларов они тоже не были никакими выдающимися людьми запомните одну очень важную вещь в трейдинге не надо быть каким-то супер умным в трейдинге надо быть исполнительным трейдинг любит адекватных гибких и исполнительных если вы будете показывать хороший стабильный результат могу вам показать переписку вчера я переписывался с одним трейдером который спросил меня что можно нужно сделать для того чтобы получить деньги управления я сказал 6 месяцев стабильной торговли неважно на какие деньги ты торгуешь самое главное это 6 месяцев стабильной торговли и это очень важный фактор проблема в том что вы когда работаете с маленькими деньгами вы начинаете все нарушать правила потому что вам нужна вот эта денежная масса вы хотите больше и больше психологически человек не может например взять гантель и дать себе по голове тебе просто подсознание не позволит это делать твое подсознание защищает тебя от того чтобы ты не делал не навредил себе человек не может просто так но если он психически нормальный не может там пойти на там на десятый этаж и выпрыгнуть с десятого этажа человек не может разогнать машину и врезаться например в стенку или врезаться в другую машину как устроена психология человека психически нормально здоровый человек не может например взять вот себе вот ножницы да вот так вот взять палец там и отрезать себе палец вы это сделать не сможете потому что ваши рецепторы по простому и ваше подсознание оно не позволит это сделать тут у вас за вас будет две составляющие ваша логика будет говорить ты что идиот ты хочешь себе отрезать палец и подсознательная составляющая да вторая она скажет ты что ненормальный то есть тут за вас будут две ситуации когда вы начинаете торговать у вас логика говорит одно а подсознание говорит абсолютно другое так вот задайте себе один вопрос почему вот эти вещи вы сделать не можете взять убрать стоп переставить стоп усредиться когда инструмент идет против себя оставить инструмент на ночь когда он плохо закрывается то есть по простому есть одно количество нарушения правил почему вы их очень легко делать а причина предельно проста потому что для вас это виртуальная игра да я с первого дня пришел на работу и я работал вот я специально сегодня сейчас я вам покажу сфотографировал переписку с одним из своих студентов сейчас я вам покажу вот читайте большинство людей которые приходят в трейдинг вообще не соображают как мне кажется они вообще не воспринимают что рынок работ это было в 6 05 утра по нью-йоркскому времени вот это и есть ваша основная проблема вы знаете я вам скажу что то чтобы вы не обижались на меня а можете и обижаться многие из вас никто потому что вы хотите быть никем потому что вы боитесь кем-то стать в этой жизни почему потому что когда вы кем-то становитесь это ответственность а вы боитесь эту ответственность брать на себя вам подходит то место где вы работаете например на завод ходите вам подходит знаете почему потому что вы боитесь выйти из зоны комфорта когда ты молодой тебе там 22 23 года там 25 даже 30 у тебя нету там ответственности там семьи и супруги и все остальное вы можете себе позволить совершать ошибки это нормально не бойтесь совершать ошибки вы должны учиться меня сына 22 года я ему говорю всегда не бойся совершать ошибки не бойся там пройти через какую-то проблему в этом и состоит ваша основная проблема а это то что вы боитесь взять на себя ответственность кем-то быть в этой жизни почему вы не спрашивали вопрос почему 95 процентов людей не могут быть начальник начальник это не просто тот человек который приходит на производство и начинает там командовать и всех бить головой об стенку нет это тот человек который несет ответственность потому что с него спрашивают а вам выгодно чтобы с вас не спрашивали вы пришли домой там на заводе отработали да ваша жена говорит вася почему ты на заводе там работаешь но ты же можешь большего каждый человек может большего каждый но никто не хочет вы задавали вопрос вот сегодня я утром хожу записать или запишу видео я хожу человеком который бывший мастер спорта по тяжелой атлетике весь поломанный весь поломанный каждое утро он ходит разминается ему 72 года с резинками ходит со мной вместе ходит приблизительно с одной и той же сход 72 года человеку потому что не умеет по-другому у этого человека есть так называемый дух победителя люди которые выходцы из спортивной среды не важно боксеры спортсмены и все остальное это люди которые умеют побеждать которые могут попробовать задать себе вопрос а что будет если вы попробуйте что плохого что плохого может быть что плохого может быть если вы просто попробуйте но не получится основная проблема которая состоит вернее у всех у вас первое вы боитесь попробовать второе вы боитесь чего-то нового третье самое страшное у вас обыкновенные страхи а вдруг не получится и из-за этого у вас начинают появляться проблемы вы те люди которые себе пишите на бумажке простые вещи и их потом просто элементарно нарушать можете себе представить что может с вами быть если вы сами себе не можете пообещать и исполнить вот задайте простой вопрос вот висит на бумаге написали да я хочу бросить курить шо блять вообще за слово я хочу бросить курить я брошу курить это одно я хочу бросить курить другое знаете когда-то или помню то ли кто с черчилль до черчилль курил сигары он сказал одну феноменальную фразу бросить курить проще простого я бросал сто раз вот так и вы